Здарова, народ! Вы на канале Миклуха МакФлай. Сегодня у меня анбоксинг. Буду распаковывать вещи, которые пришли мне. И сегодня, еще завтра должен быть приход, но я все это объединю в одном видео. Часто спрашивают меня, на что я снимаю, как я снимаю свои ролики. И я периодически вот такие видосы снимаю, иногда делаю прямые эфиры. В общем, сегодня расскажу о своем комплекте съемки на мобильный телефон. Снимаю я абсолютно все на iPhone 11. До этого снимал на 6 iPhone. Сейчас, конечно, качество увеличилось. 11 iPhone позволяет сделать, допустим, вот так. Красиво делается. Вот. Соответственно, по картинке понятно. iPhone 11. Дальше. Есть необходимость снимать звук. Тут два варианта. Либо снимать звук, собственно, с iPhone. Микрофона. Либо я купил себе вот такую петличку. Но не всегда. Она проводная. Не всегда удобно. Соответственно, решил я приобрести себе такой внешний микрофон. Первый раз открываю. Понятия не имею, что внутри. Поэтому, друзья, все вместе с вами. Итак. Микрофон. Так вот у меня комплектация. Есть бумажка. Так. Модель Boya MM1. Если нужны подробности, посмотрите в интернете. Там отдельный обзор. На них очень много. Я пересмотрел буквально все. Вот. И решил себе такой купить. Это меховая штука. Оп. И должна сниматься. Снимается сам микрофон вот такой. Ну, чтобы вы понимали, он размером с палец. Направленный микрофон. И такой мощная меховая штука. Там еще поролон внутри. То есть, могучая ветрозащита. Так. Так же с микрофоном идет и такая штука. Он так защелкивается. Соответственно, есть крепление на штатив. Можно накрутить или вставить в камеру. Один проводок. Второй проводок в комплекте. И мешочек. Так. Предлагаю, кстати сказать, послушать, как он звучит. Вот. Прямо сейчас мы слышим звук вот с такой петлички. Да. Ну и для сравнения я сейчас отключу петличку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Я отключил петличку. Вот сейчас звук идет, собственно, с самого айфона. Это встроенный микрофон. Я сижу на балконе, поэтому здесь может быть эхо по звуку. Так. Для того, чтобы снимать звук на айфон, нужен такой переходник. Об этом у меня есть отдельное тоже видео. Они идентичны. Два проводка. Соответственно, это сюда. Это сюда. И сейчас включаю в телефон. Итак, я подключил. Слышно, что звук поменялся. Я надеюсь, слышно, что звук поменялся. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Надо сейчас будет послушать. Но работает. Работает штука. Так, с микрофоном все понятно. Штука работает. Мне нравится. Надо будет ее как-то протестить на ветру еще где-то. Но в целом удобно, прикольно. Вот. Нужно еще будет крепление какое-то, чтобы закреплять на телефон. Но я что-нибудь придумаю. Следующее мое приобретение – это свет. Накамерный свет. Накамерный светодиодный светильник Falcon 64. 64 у него диода. Сейчас покажу, что это такое. Ну, помимо того, что покажу, еще и сам посмотрю. Потому что я лично не видел. Только вот при вас распаковываю. Вещь выглядит вот так тоже. Я посмотрел много обзоров всяких. Какой свет лучше купить для камеры, что почем. Вот. Остановился на этом, потому что есть 32 поменьше. Но, как бы я решил, почему бы и нет. В чем преимущество этого света? В том, что, ну, во-первых, он работает на батарейках. На самых обычных. Сейчас покажу. Но, помимо этого, есть у него вот такой вход. То есть, если у вас батарейка, допустим, нет. Но можно включить просто самый обычный адаптер на 5 вольт. Я думаю, такие у каждого дома есть. Есть у него замок. Есть степень яркости. И есть включить-выключить. Что касается панельки. Так, дальше. Давайте, наверное, мы сразу в него вставим. Откроем. И вставим батарейки. Питается он от пальчиковых батарейок. Батареек. В данном случае у меня аккумуляторы. Всем рекомендую. Вот такие Lada. Покупал в Икеа за сущие копейки. Вот. Поэтому, если вы снимаете, или просто у вас есть необходимость в батарейках, то вот такие в Икеа, они идут сразу в комплекте с такой вот зарядочкой хорошей. Вот. И все это стоит там 500 рублей. 4 батарейки большой емкости. Так. Вставили. Дальше. Закрываем заднюю крышку. А даже... Вот. Все. Закрыл. Защелкнул. Закрыл. Отлично. Так. Теперь. Вкл. Аааа. Он работает. Смотрите. Вот. И здесь есть яркость, регулировка. Вот. В чем прикол именно этой модели? В том, что есть регулировка яркости, да? И отдельно кнопка вынесена на включение-выключение. Потому что у многих моделей таких светильников регулировка яркости, она же кнопка включения. То есть, вы тык, включили, и регулируете яркость. Но, если нам нравится вам, например, вот такой вот уровень, где-то в серединке, то каждый раз вам придется его ловить. А здесь вы выставили, и это не крутите, а просто выключаете или включаете. Вот. Здесь тоже крепление либо на штатив, либо сверху на камеру. Вот. Но тут еще есть одно преимущество этой штуки. То есть, выключим. Можно создавать блок. Если вы покупаете еще таких, то сюда один, сюда один. В моем случае, то есть, я почему себе решил именно такой комплект взять. Вот этот микрофон мой Боя. Да? И он встает вот сюда. Это дело мы фиксируем, закручиваем. Вот. И потом вот этот весь блок, допустим, можно поставить на штатив. Или весь блок каким-то образом прикрепить к камере. Ну, я имею в виду к телефону, да, специальным держателем. Вот. И у вас вот такой блок получается. Вот это очень удобно. Или здесь микрофон, или вот сбоку микрофон можно разместить. И, соответственно, это все на камеру, на телефон. Получается вот такой очень мобильный, прикольный вариант. Итак, друзья, продолжим обзор оборудования для съемки на мобильный телефон. Для вас прошло каких-то пару мгновений. Для меня прошла неделя. Мне еще пришло несколько посылок. И буду, собственно, показывать вам, что же пришло. И рассказывать, как все это дело применимо к съемке на мобильный устройство. Буду показывать, кстати, на своем стареньком телефоне. Заказал вот такую вот штуку. Это держатель для телефона. Есть традиционные, самые дешманские, вот такие вот штуки. Соответственно, здесь телефон вот так крепится. И вы снимаете там на штатив, на что угодно. Но это более продвинутая. И стоит она достаточно много денег. Вот эта вот штучка стоит полторы тысячи рублей. Но я не жалею, я искал именно такую. Соответственно, как это работает? Раз, хоп, держится. В чем прикол? Сюда можно навернуть на штатив, поставить. А сверху есть возможность крепить всякое оборудование. Например, можно поставить свет. Можно поставить микрофончик сразу. То есть вот такой получается комплект. Если сюда еще микрофон приладить, то получается такая грандиозная штука. Или же мы снимаем днем. Это мы убираем. Это мы закрепляем. И, соответственно, вот так ходим и снимаем. Здесь можно даже какой-то маленький штативчик поставить. У меня есть, сейчас покажу. Так, с этой штукой понятно. Такую нужно купить обязательно. Вот, потому что, ну, вот это позор. У меня таких ломалось несколько штук. Это прям стрёмная история. Купить сразу одну хорошую и забыть об этом навсегда. Так, есть. И, друзья, жемчужина моих закупок последнего времени. Флок Покет. Флай Тек. Трехосевой стабилизатор. Вот. Эта штука тоже нужна обязательно при съемке на мобильный телефон. Расскажу, что в комплекте. Ну, тут документы неинтересно. Это на данный момент самый маленький стабилизатор из представленных на рынке. Ну, представьте, он выглядит вот. Он с мою ладошку. Это реально карманная штука. Реально карманная штука. Вот. С ним в комплекте идет треножка. Кстати, пока до треножки я вам покажу вот на примере вот этого. То есть, хоп, как я сейчас показывал, да. Вот. Можно вот такой комплект сделать и вот так ходить. То есть, если не нужна стабилизация. Вот. Если, допустим, внутренняя стабилизация телефона позволяет. Или, допустим, мы можем вот так поставить. И тоже вести трансляцию. То есть, я уже тут начал комбинировать вещи. Но это не для него. Это, собственно, для стабилизатора. Давайте я его поставлю сразу на штатив, чтобы было удобнее. Итак. Как эта штука работает? Стоит он сейчас, по-моему, около 6000 рублей. Вот. Но вещь действительно классная. Распаковываем. Хоп. Один. Открутили. Разложили. Закрутили. Здесь еще фиксаторы. То есть, раз, два, три, четыре. Четыре фиксатора нужно разобрать. И он у нас вот так. Помещаем здесь мобильный телефон. Кот. Не показываю код. Так. Это мой старый телефон. Он сейчас телефон дочери. Вот. Но показать получится все равно. То есть, мы закрепляем здесь телефон. И включаем эту штуку. Вот он у нас стабилизатор. Соответственно, это складывается. И вот так он работает. Есть несколько режимов. Одна кнопка. И здесь две кнопочки. Соответственно, на двойное нажатие мы... Хоп. Уходим в стандартный режим. Вот. И ходим. И снимаем. Здесь сейчас у нас такой режим отслеживания. Если один раз нажать, то, видите, фиксируется. То есть, не ходит. Ну, классная штука. Я еще до конца не разобрался. Но штука действительно классная. Еще раз. Два раза. И он стандартный. Самое прикольное во всем этом... Почему именно для блогеров? Потому что легко переводить селфи режим. То есть, двойное нажатие. Хоп. И мы уже снимаем. Ходим в сториз. Двойное нажатие. И мы ходим. Снимаем ролик. Вот. Соответственно, по Bluetooth он соединяется с вашим телефоном. И можно вот отсюда запускать, фоткать и запускать видео. Штука предельно простая. Предельно понятная. Разобраться за 5 минут. Вот. Оно того стоит. Вот, собственно, друзья. Такой у меня комплект для мобильной съемки. Все, что мне пришло за последнюю неделю. Микрофон. Свет. FlightTech. Flock Pocket. Что еще? А, еще держатель. Я основательно закупился. Вот такой комплект у меня. Собственно, вам советую приобрести что-то подобное. Может быть, собрать какой-то свой комплект. Это был Никлуха Макфлайн. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok